добрый день вы на youtube канале модной практики с вами сегодня я паукште ольга и инга паукштите всем привет сегодня у нас обзор готового платья мы снимали коротенькое видео получили конечно много комментариев не все так гладко было с комментариями однозначно но сегодня мы вам докажем что платье получилось великолепным прекрасным его можно исполнить в любой расцветке из ткани любого качества деловое шикарное платье интересного кроя на любую фигуру поэтому предлагаю вначале рассмотреть и в комментариях порассуждать изменили ли вы свое мнение по поводу этого платья или нет покрутить пожалуйста инга мое фирменное слово смотрите какое шикарное платье самые наблюдательные наверное заметили что у инге было очень красивое черное платье и простили обзор но так как на черном не видно мы специально решили сделать вот такое нежно-голубое чтобы было видно крой детали пояс чтобы было видно на выставке кстати я была в черном на выставке была в черном платье и на это же платье но в другой расцветке мы получили много неоднозначных комментариев да очень большой был поток негатива на самом деле очень много было слова ужас 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 да это все не останавливалась не прекращалась но тем не менее я верила в то что у меня уже такое платье было и она мне нравилась на соответственно не может быть второе абсолютно ужасное платье в отличие от первого потому что модель один в один да просто там был тонкий шелк а здесь плотный хлопок ну как бы не всегда удобно просто ходить в тонком шелке кто-то написал то что как как халат медсестры на самом деле да если вы медики или ваши родственницы ну медики очень можно прошить шикарное платье для врача или медсестры шикарное платье шикарная модель да я могу еще открыть секрет что когда-то я хотела стать врачом как раз когда заканчивал институт мне мне была такая творческая история художника но именно тема врача меня тоже не отпускал но все-таки я выбрала творчество искусство так что в принципе в принципе почему бы и нет а сейчас рассмотрим платье на фигуре на ингиной прекрасной фигуре платье изготовлено из плотного хлопка который держит форму поэтому она удобно его можно носить круглый год и весной и осенью и зимой можно сшить из летней ткани потому что часто на работе у нас дуют кондиционеры или там тоже бывает прохладно и холодно учитывая что не все живут в таких жарких регионах как мы платье универсальная подходит на любую фигуру длину можно делать любой будет красиво имение и миди и макси даже может быть кто-то сошьет смотря какому случаю смотря из какой ткани инга выбрала себе такую универсальную длину тоже вы советовали тоже там тут кто длиннее кто то короче мы с инга выбираем такую длину как какая интересно именно нам смотрим зеркало и с учетом того что у нас много платьев это не единственное платье в инге нам гардеробе вот такая классическая длина ниже не было колено платье на запахе конечно же смоделирована по основе 10 мерок у инге есть постоянная основа платье полочка на рельефах на запахе здесь у нас такие специальное отверстие для декоративного пояса на резинке пояс резинка тоже необычный пояс впереди образовался достаточно глубокий v-образный вырез запах не очень глубокий в меру глубокий здесь у нас чтобы не создавать лишний объем просто до при движении очень удобно рукав у нас спущенный такой широкий расширенный книзу с такими широкими складками манжет посмотрите как красиво смотрится на платье вот такой элемент как на рубашках мы обычно шьем хотя это не платье рубашка но здесь сделали такой рубашечный рукавчик он очень здесь выигрышно смотрится это идет я думаю такое как смешение стилев рубашечный рукав само платье на запахе повернись пожалуйста спинкой плечевые вытачки у нас перенесены в горловину шов по центру спины на спинке у нас стали вы вытачки замок у нас по центру спины закрывается на две пуговицы имитация хлястика очень удобно такой ремень потому что не нужно каждый раз завязывать его контролировать ты его один раз застегнул и все я еще есть такая фишка что можно немножко по стране и можно немножко более есть в гостях и можно абсолютно ничего не почувствовать вот я только сейчас поняла плюс этого ремня что когда на запахе нужно постоянно дополнительные пуговицы крючки чтобы она не падала здесь все просто раз застегнула все поэтому возьмите на вооружение может быть не только на эту модель но и на какую-то другую ну вообще да вот это вот фишка да очень классное платье мне очень нравится я себе тоже такое заказывала красное но мне конечно же не пошили потому что не потому что ну потому что не знаю почему-то мои девочки решили что мне не обязательно иметь красное платье но такое же как у Инги надо им напомнить еще раз покрутись пожалуйста и прежде чем перейти за стол вы сейчас посмотрите вставку как это платье выглядит в жизни на улице и вот мы пришли за стол но перед тем как мы продолжим хочется чтобы вы поделились впечатлениями как вы видите платье в уличной среде и в нашей среде студии на белом фоне есть ли разница по-другому вы ли выглядит цвет но я считаю что конечно же платье выглядит по-разному на фоне белой стены и на улице и вот хотелось с вами этим поделиться и вот на эту тему поговорить чтобы понимали что наши вещи они не только находятся в белой студии с белыми знаешь кроме нашей белой студии я больше нигде не нахожусь в белых стенах ну да это же на самом деле так эксклюзивно достаточно поэтому в принципе платье выглядит как медицинский халат да потому что стены у нас белые но мы так не считаем мы не считаем что это медицинский халат конечно но мы предполагаем что именно вот этот модель конечно будет шикарно смотреться и на нашем медицинском персонале на в наших врачах и на наших медсестрах пусть все будут такими красивыми и нарядными я вот только сейчас рассмотрела сколько здесь складок оля да платье кажется что простой на самом деле и не простой пишите комментарии если вы захотите мы сделаем еще третий вариант на камеру я как раз мечтаю о себе красном платье можем показать моделирование этого платья какой-нибудь может быть мастер-класс покажем пишите комментарии пишите комментарии что или нужно пошить красное платье я такая подвигиваю пока пишите комментарии но вернемся к платью платье у нас на запахе центральная часть у нас цельная боковая часть у нас здесь такой рельеф идет по линии талии платье разрезное видите здесь у нас линия талии спинка у нас вся цельная здесь у нас поясок достаточно глубокий вырез который образует такую красивую v-образную форму по горловине не знаю очень удобно да на комфортное платье из плотного хлопка обычно я не люблю платья на запахах потому что начинается это туда это сюда ткань легкая тут тут она это расстегнулась тут еще что-то то это очень стабильное изделие которое ты надел и ты можешь не думать что где-то что-то пошло не так где-то перекосилась вообще идеальное платье в плане удобства мне на самом деле цвет нравится оля на самом деле очень интересный яркий такой даже достаточно как мне сегодня сказали что я в своих со фиолет кружевах выгляжу очень блекло на фоне инге ощипано ощипано да ну светлана александровна мастер у нас делать комплименты правда смотреть правда мне наверное смотрим изнанку начнем с изнанки потом перейдем уже на лицевую часть сама технология платье достаточно простая все обработано оверлоком платье без подкладки здесь такие широкие подборта переходящую в обтачку низ у нас тоже обработано верлоком подшита на машинке никаких ручных стежков потайных стежков все очень просто единственная расстрочка это по линии талии я думаю что это сделано для того чтобы ну чтобы платье закрепить швы вверх и вниз здесь так как ткань достаточно плотная и чтобы она в одну и в другую сторону вот так вот не делалось и это чтобы не поправлять каждый раз пояс просто шикарный он не знаю уже все оценили да уже все уже я оценила в другом платье в черном да могу еще можем еще сказать что модель одна и та же на платье абсолютно по-разному смотрится просто защит ткани хотя модель полностью одна и та же черного шелкового платья и хлопкового голубого мне еще вот это очень нравится вот когда карьера в она очень стильно очень современно покажу еще с изнанки видите отверстие ровно в том месте где заканчивается подбор вот как это выглядит с изнанки очень аккуратно вот как это аккуратно выглядит с лица мы получается весь подбор то он как бы попадает под пояс да очень очень красиво но я не могу налюбоваться мне очень нравится это платье на такое ничего лишнего нет лишних карманов лишних каких-то деталей конечно же когда увидела это платье мне захотелось сразу добавить какую-нибудь композицию здесь вы пошли какие-нибудь может быть в китайском стиле такие аккуратные цветочки жалом быть такое может быть либо аппликацию но я я бы сделала бы себе что-нибудь но она и так шикарно смотрится зато его можно комбинировать с любым с любой бежать и посмотрим рукава вот наверное самое сложное в этом платье это все-таки вот эти вот манжеты смотрите да рубашечный манжет но опять же не просто рубашечный рукав а здесь еще много много складочек раз два три четыре час посчитаю 5 6 7 8 9 10 11 складочек на рукаве смотрите какая прелесть на самом деле мне платье очень нравится вот это вот черное шелковое считаю что одна из таких удачных моделей для меня и на каждый день и на какой-то праздник на мероприятии несмотря на то что ничего лишнего выглядит очень эффектно ничего лишнего можно спокойно назвать маленькое черное платье я думала что на этой положительной ноте мы можем заканчивать сегодняшние видео пишите комментарии понравилось ли вам платье понравилось ли вам инга в этом платье хотите ли вы увидеть моделирование этого платья пишите мы рассмотрим все комментарии обязательно вам ответ оля давай так если будет 50 тысяч просмотров на этом платье то мы покажем моделирование этого платья пятиそう просмотров, это угодно. Нужно делиться видео, нужно постараться, но как бы платье уникальное, на самом деле, если 50 тысяч просмотров, то мы и пояс покажем, еще что-нибудь покажем. Пишите комментарии, да, нам нужны просмотры, чтобы YouTube нас продвигал, поэтому делитесь нашими видео в соцсетях, ставьте лайки, пишите комментарии и спасибо, что вы с нами, всех вас любим, творческого настроения и позитива. Всем до свидания, творите, создавайте, и вместе с нами, и самостоятельно дома, и будем делиться друг с другом этой энергией. До новых встреч, до новых встреч, пока!